15 февраля на базе Комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре состоялось заседание круглого стола. В мероприятии помимо членов Комитета приняли участие учёные из Института экономических исследований. Заседание было посвящено актуальной проблематике, сложившейся в республике, а именно формированию механизмов взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда. Комитет в декабре месяце поступила докладная записка, посвященная этому вопросу. Вот у нас сейчас такое совместное обсуждение, где, я думаю, будет принято коллегиальное решение продолжить дискуссию по данной тематике с привлечением целого ряда профильных министерств. Потому что на самом деле это касается не только сферы образования, не только министерства образования, но также министерства экономического развития, то есть это планирование, это развитие нашей экономики, это министерство труда и социальной политики. То есть сейчас вот у нас такой, скажем так, первый рабочий круглый стол, посвященный выработке плана по дальнейшему взаимодействию, по дальнейшему развитию данного направления. Иначе говоря, в республике необходимо выработать механизмы подготовки специалистов в учебных заведениях, соответствующих существующему запросу на рынке труда. Как показывает практика, у нас на сегодняшний день рынок образовательных услуг, он довольно-таки специфичен. В том плане, что у нас есть заказчик, который представлен конкретными индивидуальными лицами и предприятиями, и тот, кто производит данные услуги. Это министерство, ну и соответствующие УЗы. Ну и, к сожалению, в общем-то, есть некие сложности, которые связаны с тем, что у заказчика есть одни требования специфичные, и они не всегда присутствуют на данном рынке. Получается, что у нас есть выпускник, который владеет какими-то навыками и компетенциями, но при этом они не всегда востребованы на практике. На заседании круглого стола были изучены возможные варианты увязки требований квалификации, которые есть у заказчиков и которые существуют в ВУЗах республики. Субтитры создавал DimaTorzok